Самарские студенты участвовали в стройке для саммита АТЭС на острове Русский, возводили спорт-объекты для летней универсиады в Казани и зимней Олимпиады в Сочи, трудились на площадках космодромов Плесецк и Восточный. Сергей Фроленков, аспирант Самарского университета «Пути и сообщения», уже на первом курсе был участником Олимпийской стройки. Затем я участвовал и на самой Олимпиаде, и это самое дорогое, когда ты едешь по той самой железной дороге, которая строила своими руками со своими друзьями. В Самарском регионе 72 студенческих отряда, а это почти полторы тысячи человек. И ряды активной молодежи постоянно растут, не останутся они в стране и от масштабной стройки в Самаре. На встрече с губернатором Николаем Меркушкиным активисты поделились, мечтают поучаствовать в подготовке города к чемпионату мира по футболу. В этом году объем работ внушительный, и это не только сам стадион, но и инфраструктура благоустройства площадок вокруг. В феврале будет подготовлен план, как поможет молодежь. Участники стройотрядов не только осваивают новые навыки, но и развивают гражданскую позицию. Работа в отрядах студенческих разных строительных, других, технологических отрядов. Для студенчества это для конкретно молодого человека, я считаю, исключительно важной составляющей, исключительно. Это те люди, которые в итоге, как правило, всегда добиваются успехом в жизни. Прозвучало и предложение поучаствовать студентам в создании Гагарин-центра. У студенческих отрядов области богатая история. Глава региона также поддержал инициативу учредить почетный знак в честь 60-летия Куйбышевского студотряда. Его будут вручать не только активным представителям молодежи, но и работодателям. А пока лучшие из лучших передовики движения получают из рук губернатора подарки и благодарность за вклад в развитие движения студенческих отрядов. Марина Кравцова, Станислав Левин. События.